Скорбь Так писал молитвенник и печальник земли русской Святой праведный Иоанн Кронштадт. Такое чувство, что он настолько к нам близок, один из самых близких нам, как по времени, так и еще более, конечно, духовно, святых. И вот в чем тайна этой близости Иоанна Кронштадтского? Почему нет ни одного православного человека, который бы не любил Иоанна Кронштадтского? Почему мы сейчас видим, что эта любовь к Иоанну Кронштадтскому уже переходит границы России, и иконы Иоанна Кронштадтского можно встретить и в Греции, и в Сербии, и в Грузии? Батюшка Иоанн Кронштадтский, я бы сказал, влюбляет в себя с первого взгляда, и тайна вот этой близости Иоанна Кронштадтского, конечно, в любви. Батюшка Иоанн Кронштадтский любил Бога, но насколько он любил Бога, настолько любил и ближнего. И наоборот, насколько он любил ближнего, настолько он любил и Бога. И в этом смысле он действительно исполнил заповедь Божию, исполнил слово апостола Иоанна Богослова, которое он так любил, что если ты говоришь, что любишь Бога, а не любишь брата своего, то ты лжец. Дорогой батюшка так любил всех и каждого, что для него все были дороги. И он удостоился, наверное, уникального даже среди всех святых эпитета «дорогой батюшка». Но вот это слово, дорогой батюшка, оно действительно дорого стоит. Вот его заслужить, и для него был, конечно, дорог каждый человек. Вот это особое отношение к другим, не как к чужим, а как к своим. Особое восприятие ближнего, как к своего. Это, я думаю, в наше время явление живого Евангелия. Отец Иоанн Кронштадтский назвал свой дневник «Моя жизнь во Христе». И действительно, эта жизнь, прожитая во Христе, для Христа, со Христом. И для нас, для Иоанна Кронштадтского, я бы сказал, это живое Евангелие, наглядное пособие по тому, как исполнить то, что мы читаем в Евангелии. Памятных мест, связанных с именем батюшки Иоанна, в России много. Но более всего таких святых мест в Кронштадте, городе его полувекового пастырского служения, городе, давшему священнику Иоанну Сергиеву прославленное на века имя Иоанн Кронштадтский. 53 года прожил батюшка в доме номер 21 на Посадской улице. Стараниями благочестивых людей в квартире, где жил отец Иоанн, устроен мемориальный музей. Здесь находятся подлинные вещи, книги, утварь, служившие отцу Иоанну при его жизни. Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Через образование меня науками открыл Ты мне все богатство веры и природы и разума человеческого. Увидел я Слово Твое, Слово Любви, изучил законы ума человеческого и его любомудрия, строения и красоту речи, Тайны природы, сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых. Слово, многое, многое узнал я, но все еще не насытился. Все еще дух мой жаждет знаний. Когда же он насытится? Насытится, внегда явитимися славе Твоей, а до тех пор я не насыщусь. У Иоанна Кронштадтского была еще особая историческая миссия накануне великой катастрофы, которую мы называем русской Голгофой, ставшей, конечно же, торжеством веры Христовой на русской земле в итоге. Отец Иоанн Кронштадтский был пророком, был апостолом России накануне этой Голгофы. И он сыграл в этом смысле совершенно уникальную роль. По статусу он был всего лишь приходской священник, большую часть своей жизни. К слову сказать, настоятелем Андреевского собора отец Иоанн Кронштадтский стал, отслужив в нем почти 40 лет рядовым приходским батюшкой. И настоятелем Андреевского собора он был всего лишь последние 12 лет своей жизни. Так вот, простой кронштадтский пастырь стал центром духовной жизни всей России, всей русской церкви. И замечательно о нем сказал митрополит Вениамин Фетченков, сравнив Иоанна Кронштадтского с фокусом, в котором сходятся все лучи нити духовной жизни народа. И здесь мне бы хотелось вспомнить еще один титул и один эпитет, который батюшка заслужил уже от своих современников. Его простого кронштадтского священника называли всероссийским пастырем. Это еще более как-то открывает всю глубину служения Анна Кронштадтского. Но о батюшке, конечно, можно говорить много, бесконечно, о нем написаны тысячи книг. Сам он оставил, как подсчитал кто-то, три тысячи страниц проповеди, а о нем написано уже десятки тысяч и проповедей, и исследований, и трудов. И все равно такое чувство, что о нем еще не все сказано, далеко не все сказано. Сейчас публикуются дневники, и мы открываем очень много нового в жизни батюшки. Открываем его и скорби, и радости. То, что сохранились сотни, если не тысячи его фотографий, и то, что сохранились его наставления, проповеди и воспоминания множества. И батюшку чувствуешь действительно как живого. Но, может быть, нигде это чувство не достигает вот такой осязательности, как в квартире Анна Кронштадтского. Потому что здесь ты находишься уже прямо в гостях у самого батюшки Анна Кронштадтского. 15 лет устраивался этот музей-квартира святого праведного Иоанна Кронштадтского. Много чудесных историй могут поведать люди, которые открывали музей, собирали и разыскивали фотографии, книги, иконы и вещи, принадлежавшие батюшке. Можно сказать, что батюшка, отец Анна Кронштадтский здесь живет. Я об этом могу свидетельствовать. И это проявляется еще и в том, что сам батюшка посылает сюда и собирает здесь такие святыни, которые, кажется, по человеческому разуму трудно даже найти. Здесь в кабинете Иоанна Кронштадтского в центре стоит стол. И этот стол принадлежал дорогому батюшке. За этим столом он работал. На этом столе писались страницы моей жизни во Христе. На этом столе рождались те святые мысли, которые для нас сейчас являются духовной пищей. Поэтому на этот стол мы сейчас положили прижизненное издание этой главной книги Анны Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». И обычно рассказав о квартире, о кабинете, об этом столе, у нас возникла традиция брать мою жизнь во Христе именно здесь, с этого стола, раскрывать и читать то, что открывается. Ну вот, Господи благослови, кто привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому не будет страшно давать ответ на страшном суде. Для того и установлено здесь короткое судилище покаяния, чтобы нам через дешнее покаяние дать непостыдный ответ на страшном суде Христовом. сколь велико было почитание и любовь народа, столь же безмерным было горе, когда отец Иоанн после тяжелой болезни скончался. Утром 20 декабря 1908 года 2 января по новому стилю, причастившись к святых Христовых тайн, великий праведник отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины. На всем пространстве от Кронштадта Деяновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Слышались возгласы «Закатилось наше солнышко!» Но отпевание напоминало светлую пасхальную заутрину, и праздничное настроение у молящихся росло. Для всех было ясно, что в огробе лежит праведник, и дух его незримо объемлет любовью всех собравшихся отдать ему последний долг. Похоронили отца Иоанна в церкви и усыпальнице в сооруженном им монастыре на Карповке. Столетие заставило вновь нас обратить наш духовный взор к этому немеркнущему светильнику веры Христовой угоднику Божию Иоанну Кронштадтскому. И думаешь, сто лет это много или мало? Конечно, много, потому что за это время произошло столько, что, кажется, батюшка Иоанн Кронштадтский сейчас бы не узнал нынешнюю Россию и ту, в которой он жил. С другой стороны, сто лет для святости, для вечности, конечно, срок малый. И я бы сказал, для Иоанна Кронштадтского, потому что нет чувства, что он жил давно, нет чувства, что он далекий от нас святой. Пожалуй, нет в православном мире уголка, где бы не знали и не почитали батюшку Иоанна Кронштадтского. Не счесть сегодня числа тех, кто обращается к нему со словами молитвы, с просьбами о заступничестве, милости и утешении. Как при жизни, так и по кончине своей, не оставляет нас своим предстательством святой праведный Иоанн Кронштадтский. Субтитры создавал DimaTorzok